Светлого Христового Воскресения Светлого Христового Воскресения Мы уже видели с вами благодаря телевидению прямо вот в онлайн режиме, как сходит благодатный огонь, как люди его принимают, как там, в первые еще минуты его материализации, когда вот эта энергия нетварная, божественная, входя и занимая пространство и простираясь во времени, наполняет материальными уже силами, но получив вот так, как дыхание ветра от его источника, этот импульс нетварности и божественности еще на первых порах не ожигает. И мы видим, как люди спокойные умываются, вдыхают его внутрь себя, но потом уже, конечно, вот так, как мы его с вами здесь получаем, он уже вполне, вполне действует в соответствии с материальными законами физического мира во времени и пространстве, но при этом несет в себе и ту первоисточную, благодатную, нетварную, божественную силу. И мы никак не должны относиться к этому благодатному огню, как к какому-то магическому явлению, или как к какому-то ритуальному действованию. Мы должны понимать, что это внешнее проявление внутреннего чувства Триединого Бога для нас, жертвенно распявшегося в лице Сына на кресте и воскресшего. И это не только и не столько для нашего физического здоровья, а для нашего духовного озарения и просвещения, для того, чтобы вот в этом нравственном ему и духовном уподоблении мы желательно взрастили в себе ненависть ко греху, ко всякому пороку, ко всякой неправде, отвержение, всякой злобы. Для этого к нам приходит благодатный огонь. И сегодня, когда мы будем его получать, всякой, кто будет первым по времени, кто его получит, исполни и выяви глубину своего духовного смысла в его зрелости. Не удержи, как и Христос не удержал своей победы только для себя индивидуально, а показал себя для всех нас дверью, путем и истинной, приводящей нас к единству с Его Божественным Отцом. Отдай ближнему. И когда к тебе потом вернется эта любовь, то ты переживешь и испытаешь радость, преумноженную и в десять, и в сто, и в неисчислимое число множественности, сохраняющей единство богоподобной жизни. Поэтому вседушевно, благодаря наших братьев из православного общества, святого апостола Андрея Первозванного, который все эти годы трудится ради того, чтобы мы имели возможность в эти пасхальные дни прикоснуться к этой святыне, когда придем домой и даже после того, как только здесь обожжем эти пучки свечей, которых мы держим, их можно загасить. А потом, когда именно духовная нужда возникнет, когда дух ослабеет и не будет силы к тому, чтобы ему вести вслед за собою, и движение своих чувствований и душевных переживаний эмоциональных, и немощь своего физического естества, которые будут захватывать силу духа и погружать его в свою темницу, вот тут потребуется возможность возжечь эту хранимую свечу в святом уголочке, обожженную благодатным огнем, и запеть, видя ее, естественный физический свет, Христу распятую и воскресшему, как Ему самому, предстоящий пред Ним, эту великую песнь победы, Христос воскресе из мертвых, смерть ее, смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав, и этой силою обновиться и победить всякий страх, всякую язю, всякую болезнь, и всякую злобу, и всякую немощь. Поэтому, вседушевно обнимая вас всех пастырским своим сердцем, с благодарностью подвигоположнику Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу, держа в этой лампаде частицу благодатного огня Господня, еще и еще раз обращаю ко всем вам Слово апостольского жизненосного благовестия. Христос воскресе! По истинному воскресе! Христос воскресе! По истинному воскресе! Христос солнца правды нашей воскресе! По истинному воскресе! Пасхальный день завершился встречей благодатного огня, доставленного в Тулу из Иерусалима, где Он сошел на гроб Господень, символизируя воскресение поправшего смертью смерти Иисуса Христа, гражданина Царства Духа и гражданина Земли, соединившего Землю и Небо, так, что Земля стала пронизана Божественным присутствием и Духом жизни. Субтитры создавал DimaTorzok